Каким с экономической точки зрения стал год предыдущий и как будем зимовать в оставшиеся холодные месяцы года нынешнего, об этом сегодня шла речь на еженедельном совещании у главы республики. В году ушедшим было всякое. Положительные тенденции и отрицательные. Однако в целом основные показатели пошли в рост, отметили на заседании. В республике запустили несколько новых производств, жилья стали строить больше, зарплаты выросли. В том же направлении устремились объемы розничной торговли и платных услуг, которые оказывают населению. Министр экономического развития Владимир Аврелькин все же разбавил этот оптимизм. Отчасти так каукнулась региону возросшая конкуренция в условиях ВТО. Кроме того, сказалась неспокойная ситуация. на Ближнем Востоке, отметил министр. Сложным стал 2013 и для сельского хозяйства. Картофеля собрали на 29% меньше. Урожай зерна тоже не дотянул до прошлогоднего уровня. А цены на продовольственные товары были, хоть и незначительно, но выше, чем в среднем по стране. Так или иначе, 2013 закончился. А от конца зимы ждать еще долго. Отопительный сезон в самом разгаре. Здесь, судя по всему, все идет по плану, без серьезных аварий и ЧП. Однако в этом самом плане, к примеру, в Чебоксарах, отключений стало больше. Основной причиной роста плановых отключений систем теплоснабжения является их физический износ, что составляет 76%. Коммунальных сетей 330 км. В год мы ремонтируем около 10 км, что составляет около 3%. Считаем, нужно рассмотреть вопрос о принятии инвесторопрограммы, который позволит увеличить количество километража на ремонт. Еще одна болевая точка – долги. Особое внимание в ходе отопительного сезона также уделяется вопросу погашения задолженности за потребленные энергоресурсы. За должность организации жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливные энергоресурсы составляет на сегодняшний день 2 миллиарда 334 миллиона рублей. Ну а теперь о том, за что платить не надо. Абсолютно бесплатно все желающие могут принять участие в лыжне России. От жителей требуется только средство передвижения и хорошее настроение. Старт намечен на 2 февраля. Трасса уже готова, сообщили на заседании. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.